Здравствуйте! На этом занятии я покажу способ нахождения матрицы, обратной матрицы третьего порядка, который мне очень нравится. Он очень интересный, и вероятность допустить ошибку по невнимательности очень маленькая. А на следующем уроке я расскажу вам, почему этот метод работает, так как это очень важно. Только в матрицах мы сначала изучаем алгоритм выполнения того или иного действия, а уж потом разбираемся, почему так происходит. Ведь на самом деле алгоритм выполнения той или иной операции очень прост. Он включает в себя лишь основные арифметические понятия. А вот чтобы понять, откуда берется этот алгоритм, нужно посидеть и подумать. Но пока мы этим заниматься не будем. Оставим на потом. Итак, давайте запишем матрицу, которая была на прошлом уроке. Это была матрица 1, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1. Нам нужно найти матрицу обратную данной. И для этого мы используем метод Жордана Гаусса. Метод полного исключения неизвестных. То, что я сейчас буду делать, может вам сначала показаться чем-то непонятным. Но вы все поймете, когда я объясню, откуда это берется. Сейчас мы расширим эту матрицу. Что означает «расширим»? Это означает «прибавим что-то к ней». Проводим вот такую линию. И справа от черты мы запишем единичную матрицу размерностью 3х3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Я хочу проделать элементарное преобразование строк. Сейчас я расскажу вам, что это за преобразование. Но запомните, все, что мы делаем со строками этой матрицы, мы должны проделать и с соответствующими строками единичной матрицы. В результате преобразования строк в левой части я хочу получить единичную матрицу. Конечно же, все операции мы будем проделывать с обеими матрицами. И когда в левой части получится единичная матрица, которая является частным случаем матрицы ступенчатого вида, тогда в правой части получится обратная матрица. Позже мы поговорим об этом более подробно. В линейной алгебре много сложных терминов и названий, но понятия на самом деле очень простые. Ну что ж, приступим к работе. В процессе решения вы во всем разберетесь. Итак, какие элементарные преобразования строк мы можем применить? Во-первых, мы можем заменить любую строку на эту строку, умноженную на какое-то число. Также мы можем поменять местами любые две строки. И если мы, например, поменяем местами первую и вторую строки в матрице слева, то в матрице справа мы также должны поменять первую и вторую строки местами. Также мы можем прибавлять или отнимать одну строку от другой. Мы можем, например, взять третью строку и заменить ее на сумму третьей и второй строк. Сейчас я все покажу. Или же мы можем объединить все операции в одну. Например, мы можем умножить вторую строку на минус 1, а потом прибавить к ней третью строку и записать это все вместо третьей строки. Если у вас возникло такое впечатление, что это очень похоже на действие над системами уравнений, то на самом деле так оно и есть. Поскольку, как мы уже говорили, матрицы – это всего лишь способ представления данных. Итак, давайте применим элементарные преобразования строк к нашим двум матрицам. И в результате в левой части получим единичную матрицу, которая является частным случаем матрицы ступенчатого вида. С чего начнем? Нам нужно, чтобы элементами главной диагонали были единицы, а все остальные элементы – нули. Подумаем, как можно сделать это эффективно. Сначала сделаем так, чтобы этот элемент был равен нулю. Переписываем первые две строки матриц без изменений. 1, 0, 1, разделительная линия 1, 0, 0. Мы ничего не делаем с этой строкой. Вторую строку мы тоже оставляем без изменений. 0, 2, 1, 0, 1, 0. Нужно сделать так, чтобы этот элемент был равен нулю, чтобы хоть немного приблизиться к единичной матрице. Для этого мы вместо третьей строки запишем разность третьей и первой строк. Что получится, если мы от третьей строки отнимем первую? 1-1 – это 0, 1-0 – это 1, и 1-1 – это 0. Все, что мы делаем с одной матрицей, мы должны проделать и со второй. Меняем третью строку на разность третьей и первой строк. 0-1 – это минус 1, 0-0 – это 0, и 1-0 – это 1. Что теперь? Третья строка – это то, что должно быть во второй строке единичной матрицы. Поэтому я предлагаю поменять местами третью и вторую строки. Первую строку переписываем без изменений. 1, 0, 1. Здесь мы тоже ничего не меняем. 1, 0, 0. А вот вторую и третью строки мы меняем местами. Теперь во второй строке будет 0, 1, 0. Здесь тоже самое. Мы меняем местами вторую и третью строки. –1, 0, 1. А вместо третьей строки мы записываем вторую. 0, 2, 1 и 0, 1, 0. Каким будет наш следующий шаг? Хорошо было бы, если бы здесь был 0. Это была бы почти единичная матрица. Что нужно сделать для того, чтобы здесь получился 0? А что, если мы вторую строку умножим на 2 и отнимем от третьей строки? Здесь получится 0, так как 2 умножить на 1 – это 2, а 2-2 – это 0. Давайте так и сделаем. Первую строку переписываем без изменений. 1, 0, 1 и 1, 0, 0. Вторая строка тоже остается такой, какой и была. 0, 1, 0. И минус 1, 0, 1. Что мы делаем с третьей строкой? Мы умножаем вторую строку на 2 и отнимаем от третьей строки. Итак, 0-2 умножить на 0 – это 0. 2-2 умножить на 1 – это 0. И 1-2 умножить на 0 – это 1. 0-2 умножить на минус 1 – это 2. 1-2 умножить на 0 – это 1. 0-2 умножить на 1 – это минус 2. Вот мы почти и нашли обратную матрицу. Матрица слева выглядит почти как единичная матрица. Нужно только избавиться вот от этой единицы в первой строке. Что будем делать? А что, если заменить первую строку на разность первой и третьей строк? Ведь если мы вычтем третью строку из первой, то здесь получим 0. Ну что ж, заменим первую строку на разность первой и третьей строк. Итак, 1-0 – это 1, 0-0 – это 0, 1-1 – это 0. Здесь 1-2 – это минус 1, 0-1 – это минус 1, 0-2 – это 2. Вторую и третью строки переписываем без изменений. 0, 1, 0, –1, 0, 1. И третья строка. 0, 0, 1, и 2, 1-2. Вот и все. Мы применили ряд преобразований к матрице слева. Те же самые преобразования мы применили и к матрице справа. В итоге в левой части получилась единичная матрица, или же матрица ступенчатого вида. Мы сделали это, используя метод Джордана Гаусса. А что это за матрица? Это матрица обратной исходной матрицы. Произведение этой и этой матриц должно равняться единичной матрице. Если это матрица А, то это матрица обратная А. Как видите, этот метод нахождения обратной матрицы намного проще и быстрее, чем тот, в котором мы вычисляем матрицу миноров, матрицу алгебраических дополнений и определитель. А сейчас я постараюсь вам объяснить, почему этот метод работает. Все действия, которые мы проделали со строками этой матрицы, мы можем рассматривать как умножение. Чтобы перейти отсюда сюда, мы умножили. Другими словами, есть какая-то матрица, при умножении на которую происходит вот такое преобразование. Умножим получившуюся матрицу на еще какую-то матрицу, получим следующее преобразование. По сути, мы умножили исходную матрицу на ряд матриц, чтобы получить единичную матрицу. Произведение всех этих матриц, назовем их элементарными матрицами, будет равнозначно произведению исходной матрицы и матрицы обратной ей. Что я имею в виду? Итак, это матрица А. Чтобы получить из этой матрицы эту, нам нужно умножить матрицу А на элементарную матрицу для случая умножения. Обозначим ее как Е. Что мы здесь делали? Мы избавились от элементов в третьей строке и первом столбце. Следовательно, здесь мы запишем, что это элементарная матрица для случая умножения с индексом . Далее, чтобы получить из этой матрицы эту, мы поменяли местами вторую и третью строки. То есть, по сути, мы умножаем все это еще на матрицу… Давайте назовем эту матрицу элементарной матрицей для случая перемещения. Обозначим ее как С. Мы поменяли местами вторую и третью строки. Здесь мы опять-таки умножаем на элементарную матрицу для случая умножения. Мы исключили элемент в третьей строке во втором столбце. Значит, это элементарная матрица для случая умножения с индексом . И, наконец, здесь мы исключили элемент в первой строке в третьем столбце. Значит, умножаем на элементарную матрицу для случая умножения с индексом . Надеюсь, вы понимаете, что каждое из этих преобразований мы могли сделать, умножив на какую-то матрицу. И произведение этих всех матриц равно единичной матрице. Комбинация этих матриц должна быть равна обратной матрице. Значит, если мы перемножим все элементарные матрицы, то в результате получим матрицу, обратную матрице А. Произведение обратной матрицы и матрицы А равно единичной матрице. Если вместе эти матрицы представляют собой обратную матрицу, то произведение всех этих матриц матриц, на которые мы умножаем, чтобы получить то или другое преобразование, и единичной матрицы равнозначно произведению матрицы обратной А и единичной матрицы. Я не хочу вас запутать. Я просто хочу объяснить, почему метод Жордана Гаусса работает. Все эти действия мы можем рассматривать как умножение обеих частей этой расширенной матрицы на матрицу обратную А. Мы умножили обратную матрицу на исходную и получили единичную, а умножили обратную матрицу на единичную и получили обратную. Надеюсь, я не сильно вас утомила и запутала своими объяснениями. По крайней мере, вы убедились, что этот метод нахождения обратной матрицы намного проще, чем тот, где мы ищем матрицу миноров, матрицу алгебраических дополнений и вычисляем определитель. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok